Куак-куак Иппродакшн Просто анархии, документации нет, ничего нет И бэклог в 800, там 30 багов Да ради бога, главное что-нибудь Да собирать и на что-то опираться Нам кажется, что стало хуже А что вам кажется? Куда вам кажется? Ну, может быть это я такой, не знаю, в замозах Правильного ответа нет И в целом нигде в мире нет правильного ответа О чем болтаем? Привет, Стас Привет, Маш Как твои дела сегодня? Сегодня отлично, сегодня в Москве наконец-то солнце Ура, это не может не радовать А у меня тоже отлично, потому что мы сегодня пишем Последний раз в этом сезоне Я, честно говоря, очень устала и уже хочу в отпуск В отпуск, на каникулы Ура! Наконец-то Надеюсь, наши слушатели, кстати, тоже порадуются Того, что у нас вышел сезон В общем, я же обычно рассказываю, значит, перед подкастом Какие-то трэш-истории, которые мы постоянно вырезаем Но в этот раз, в этот раз у меня не трэш-история У меня просто поболтать и даже связано с подкастом В общем, я тут заметила, что во всех моих любимых подкастах Там во всех есть фанаты Ну или, так сказать, постоянные слушатели Как тебе кажется, у нас уже есть постоянные слушатели? Да, да, определенно точно есть Да, вот мне тоже так кажется, что у нас уже есть какой-то пласт Я надеюсь, большой постоянных слушателей И вот, во всех подкастах, значит, которые я слушаю Постоянных слушателей называют каким-то интересным словом Например, подкаст «У холмов есть подкаст» Они называют своих слушателей холми Холми? Да, уловил связь, да? А в подкасте «Дневники Лоры Палны» Значит, там называют лор-палнеры Так, к чему ты клонишь? Ты понял, мне кажется, к чему я клоню Мне кажется, нам нужно слово для наших слушателей Квакеры? Ну, вот я тоже об этом думала Но ты же знаешь, что такие квакеры? Квакеры? Блин, я помнил, но забыл Я, в общем, тоже, вот у меня были какие-то такие смутные представления Что я что-то слышала об этих чуваках Это, оказывается, религия Причем какая-то достаточно вроде бы адекватная Незапрещенная, все с ней нормально И, кажется, поэтому нам нужно какое-то другое слово Хотя, ну, в общем, я не знаю Может быть, собственно, сами наши слушатели Напишут нам в комментариях в Телеграм-канал Как бы они хотели называться А давай попробуем Давай попробуем Как им было бы приятно, чтобы мы их называли Весь наш следующий сезон Да И вариант с максимальным количеством лайков Мы обязательно рассмотрим И, возможно, все-таки примем во внимание Да, и будем так называть Да, да, да По-моему, прикольная идея Точно, так и сделаем В общем, ребята Значит, если вы хотите, чтобы у вас появилось название А может, мы потом еще и мерч сможем выпустить К этому названию, кто знает Пожалуйста, напишите нам варианты Как бы вы хотели, чтобы мы вас называли В следующем сезоне и далее Напишите в наш Телеграм-канал Ссылочка, естественно, как обычно, будет в описании Ну что, давай начинать? Давай Вся наша работа, которую мы выполняем На каждом этапе разработки ПО Нацелена на достижение качества продукта В этом сезоне мы обсудили много практик тестирования Которые помогут обеспечить то самое качество Сегодня мы подведем итоги нашего сезона Вспомним практики, о которых мы говорили И, наконец, обсудим животрепещущий вопрос А что же такое качество продукта для каждого из нас В выпуске «Знак качества» И, как вы, наверное, заметили Мы в каждом нашем выпуске спрашивали у наших замечательных гостей В Блице, а что же такое качество И давайте немножко окунемся в прошлое И послушаем еще раз выжимку из ответов наших гостей Качество – то, что не имеет багов Это залог клиентского счастья Наверное, соответствие ожиданиям Как функциональным, так и нефункциональным Удовольствие пользователя, наверное Качество – это работа наперед Когда то, что запущено сейчас Легко масштабируется и дорабатывается Когда каждая новая задача Не требует каких-то усилий И большого количества людей Для того, чтобы оно было запущено Для меня качество – действительно, когда все соответствует каким-то требованиям И существует какой-то процесс достижения этих показателей То есть вы хотите, чтобы у вас ничего не падало И это не падает Значит, это качественно Качество – это удовлетворенность клиента Ноль алертов по будням, выходные и праздники Соответствие желаемому Ой, я сейчас вспомнил Счастье конечного пользователя Вот, то, что говорили наши гости Мне кажется, тут явно прослеживается топ-ответ Про удовлетворенность клиента Да, да, согласен Но на самом деле мне тоже нравятся эти варианты Связанные с удовлетворенностью клиента Мне еще очень понравился ответ Про ноль алертов по будням, выходные и праздники Да-да-да Это прям боль была Правда, я знаю короткий путь, как его достичь Очень легко Отключить? Ну да Типа нет алертинга, нет алертов Но вы так не делайте Мы вам это не говорили Нет, конечно, так делать нельзя Но на самом деле, мне кажется, это правда Очень клевый показатель Как бы обеспечение качества Это же процесс какой-то И, собственно, когда у тебя в процессе Все идет без выбросов Ну, то есть рутинно достаточно Ну, вот ты там в понедельник утром приходишь Что-то работаешь В пятницу вечером поработал И что-то уходишь заниматься своими делами И никакие там ночные алерты Субботние выходы И вот этого всего у тебя нет Мне кажется, это очень круто Это как раз-таки показывает, что у тебя Качественно настроен процесс разработки в том числе Ну, слушай, разные же проекты бывают Есть проекты, которые должны работать просто круглосуточно И не в зависимости от того, какой у тебя там рабочий график Так, а никто же не сказал, что мы сервисы выключаем На выходные праздники Ну, да То есть я говорю именно о том, что у тебя все идет Вот внутри твоей как бы ежедневной рутины И тогда, значит, процесс настроен хорошо То есть ничего не выпадает из этого процесса Никакой там алерт Даже если это, ну, хорошо, если это автоматический алерт Это же еще, может быть, там пользовательский алерт какой-нибудь Когда просто приходят в какие-нибудь там чаты, в отзывы И пользователь начинает писать, что у них что-то не работает Вот если ничего такого нет То, значит, у тебя все и более или менее нормально Согласен Тоже, кстати, можно достаточно легко отключить кнопку отзывов Как я на очень многих сайтах вижу Кстати, мне кажется, вот это вот прям суперпоказатель того Что у тебя сервис качественный Это то, что на сайте есть или там в приложении есть куда пожаловаться Я вот очень классно это прочувствовала на сервисах уборки Один раз попала прям по полной И потом не могла еще никуда пожаловаться И по звонку на жалобу тебя переключают на автоответчик С которого ты потом не можешь выйти и просто уходишь Еще круче, когда имеется официальный ответ все-таки от компании Одно дело просто иметь место, куда ты можешь пожаловаться И говорить, что тебе не понравилось и какие были проблемы Другое дело, когда тебе прям там же отвечают и помогают Это, собственно, позволяет и будущим клиентам Как-то убедиться, что действительно компания адекватная И она там заботится о своих клиентах Помогает им в каких-то сложных моментах Когда ты не видишь официальный ответ То это просто какая-то книга жалоб Которая просто никуда улетела И непонятно, долетела она до кого-то или нет И столкнешься с такими проблемами потом или нет Так что ответы официальные тоже очень важны Да, согласна В общем, по результатам всего нашего сезона Получается, что в первую очередь Качество это удовлетворенность пользователей И нужно думать о том, как вообще с них получать Там обратную связь и максимально близко общаться А вот смотри, мы с тобой все говорим о качестве О качестве, а тебе не кажется, что мы по результатам Этого сезона как-то нащупали разницу между Ну, на самом деле, это, наверное, не только мы И не только по результатам этого сезона Но опять вот постоянно всплывал вот этот вот момент Что разница между качеством и тестированием То есть если ты хочешь именно думать о качестве О качестве там для пользователей, то и нужно заниматься Не тестированием, а обеспечением качества И вот оно как будто, по моим ощущениям, красной нитью Было там через все наши выпуски А ты вообще как думаешь Вот можем мы в двух словах с тобой После всего там прослушанного и обговоренного Сформулировать, чем обеспечение качества Отличается от тестирования? Ну, наверное, тем, что При обеспечении нужно думать обо всем О всем процессе подготовки нашего продукта О том, чтобы он был действительно, блин, ну не хочется сказать Качественным, удовлетворяющим, что ли, требования На каждом этапе разработки А тестировать все-таки это лишь какой-то маленький винтик Во всем этом процессе, который тоже, конечно же, очень важен Но это не является достаточным для того, чтобы с уверенностью сказать Что наш продукт действительно качественный Я с тобой согласна, и мне кажется, собственно, уверенности Могут добавить какие-то метрики Ну, то есть тестирование Это про то, чтобы проверить на соответствии требованиям И, собственно, если я не ошибаюсь То такое же определение в ISTQB сейчас и есть Но для обеспечения качества этого совершенно недостаточно Для обеспечения качества надо иметь какой-то аппарат измеримости этого качества Я, кстати, перед этим нашим выпуском Ну, и не только в контексте нашего выпуска Думала вообще о том, можно ли какие-то выделить основные метрики качества Потому что метрик очень много И я не знаю, ты наверняка помнишь У нас же было куча подходов к тому, чтобы как-то унифицировать метрики качества Внутри группы компаний И все равно всегда находятся проекты Для которых, ну, какие-то уникальные там метрики приходится сделать Уникальный какой-то набор Или наоборот, для которых какие-то метрики просто не будут работать И я думала, ну, о том, можно ли сформулировать какие-то метрики Ну, хотя бы какой-то пусть недостаточный набор метрик, от которых можно оттолкнуться и понять, что это про качество универсальное для всех И, в общем, я это сформулировала как две метрики Первая — это time-to-market То есть время от прихода задачи в команду до прихода ее к пользователю А вторая — это количество проблем Ну, то есть, собственно, количество багов Ты согласен с моим набором метрик? Или тебе они не очень нравятся? Есть еще один важный такой момент, по которому можно определять качество Это все-таки некая категорийность багов, которая тоже позволяет понимать, в каком именно месте своего процесса разработки у нас больше всего каких-то проблем возникает Либо у нас там разработчик там постоянно косящий, да, либо же нам требования какие-то недостаточно доезжают И мы там постоянно что-то переделываем, вот, и тратим на это время Собственно, это, кстати, тоже влияет на то, как быстро мы выдаем фичу То есть тут смотреть надо в комплексе и на time-to-market, и на количество багов, и какие именно это баги Чтобы, собственно, скорректировать процесс так, чтобы их было по минимуму И выпускали продукт мы как можно быстрее и качественно, соответственно Безусловно, но типа на двух метриках ты далеко не уедешь, да, если ты, ну, например, вот у тебя есть там две метрики, значит, time-to-market и количество багов И ты видишь, что количество багов растет И ты начинаешь анализировать, что же у тебя происходит И вот здесь я очень опасаюсь того, что очень легко спутать корневую проблему с ее последствиями Что я имею в виду? Вот ты, например, сказал, вот, у нас там много багов, потому что разработчик косячит А может быть он косячит не потому, что он там плохой разработчик И даже не потому, что пришли какие-то не такие требования, это как раз можно отследить А может он косячит, например, потому что у него там четыре параллельных проекта И ему по каждому проекту, ему каждый день приходят и его дергают И у него там нет времени сосредоточиться на какой-то одной задаче Или может быть вообще по каким-то еще другим причинам В общем, у меня такая мысль, что вот это вот углубление в поиск проблемы по метрикам Оно очень часто может показать тебе эти последствия, а не корневую причину Ну так это ж метрика, она же тебе просто подсвечивает какую-то проблему Ты дальше начинаешь копать, ага, там условно багов больше на разработке Давайте посмотрим, а что же такое, что там за баги Пошли там, изучили характер этих проблем Либо реально какая-то невнимательность, типа там разработчик пошел просто Не до конца там прочитал спеку и сделал там как-то криво Либо же действительно у него там очень мало времени именно на этот проект И у него там есть ряд других каких-то проектов Просто вызываешь, так сказать, на диалог, да, и пытаешься разобраться Что же такое происходит, почему у нас стали там повышаться баги там Вот, может быть, конкретного разработчика И по результату этих разбирательств нужно, ну, какие-то экшн-поинты там вынести Типа, не знаю, переключить этого разработчика не с четырех проектов А там, не знаю, на два проекта только оставить его Или же там добавить еще кого-нибудь из другого проекта Чтобы нам вот здесь сейчас какой-то важный релиз выпустить И не перегружать нашего там единственного разработчика, ну, к примеру По какой методике мы можем там предположить, что у нас вот проблема Проблема с разработкой А, ну, например, там среднее время разработки Берем и смотрим, что раньше оно там у нас было, не знаю, четыре часа А там, например, у какого-то одного человека Или, например, там на каком-то одном проекте Оно у нас хоп и выросло там с четырех до восьми часов Или, не знаю, до шестнадцати или еще до скольки-то Вот это уже как будто бы не метрика свойства, да А метрика именно флажок, который тебе что-то говорит Вот он тебе может говорить не о корневых проблемах А типа о последствиях проблемы А ты его будешь дальше копать, тратить на это свое время Тюкать людей, изменять какие-то точечные процессы А тебе на самом деле нужно не точечные изменения делать А не знаю, там, зарыбак полиси вам хорошо подойдет на проекте Вот там вот это внедрить То есть я вот как раз к тому, что я ни в коем случае не против метрика Не против копаний в них Но как будто бы нужно всегда помнить, что это достаточно опасный инструмент Ну типа ты почти всегда можешь найти цифры, которые подтверждают ту или иную твою теорию И, соответственно, очень большая вероятность там сесть на любимого конька Ну не знаю, вот ты, например, у тебя классно получается с людьми общаться Ты сразу подумал о том, что там проблема где-то на стороне людей И надо где-то на стороне людей там ретро или чем-то таким ее пофиксить А у меня там, например, в первую очередь приходят в голову какие-то технические штуковины Что у нас там чем-то неудобно, какого-нибудь шаблона нет Приходится там одни и те же действия выполнять постоянно, это неудобно Не знаю, снова рефай у нас все фигачат свои мерз-реквесты Ну какие-то такие штуки, да И я сразу, скорее всего, пойду копать в ту сторону Ну то есть мне кажется вот это вот и достаточно опасным То есть когда работаешь вот с такими объемными метриками Которые тебе могут показать только один какой-то триггер Всегда нужно помнить, что не бывает тут простых решений Нужно смотреть на комплекс метрик и на комплекс проблем И я бы вот скорее опиралась на метрики именно свойства системы А-ля time-to-market Да, ради бога, главное что-нибудь да собирать И на что-то опираться, чтобы проводить эти расследования С людьми или там с техникой или еще с чем-то Фигово, когда вообще с этим никак не работаешь Типа работает команда, да работает А что там по метрику? Да хер его знает Типа вроде норм На глазок Да-да-да Нам кажется, что стало лу Я вот обожаю такие Нам кажется, что стало хуже А что вам кажется? Куда вам кажется? Это да, это правда А вот что ты думаешь о метриках именно качества? А-ля как можно вообще вот померить качество тестирования? Самого тестирования? Угу Знаешь, недавно была такая ситуация Когда после того, как задачка была, допустим, протестирована Финально я как менеджер прохожусь по проекту там, по фичам каким-то И нахожу какие-то явные косяки И пытаюсь понять, типа, блин, а почему это проскочило? Типа, может быть, в требованиях все-таки было не зафиксировано? Ну, первое на что подумал Пошел, посмотрел, да нет, вроде бы было Думаю, может быть, там разработчик накосячил и не сделал Тогда, но тогда получается вопрос к тестированию Типа, в общем, тестирование это не вскрыло там на своем этапе И как будто бы вот показатель качества именно тестирования Наверное, является то, насколько Коинженер действительно хорошо И внимательно умеет работать с той информацией, которая ему подается на вход Там в виде какой-то спеки И как это проверяет в действительности Ну, когда уже там разработанный код появляется Можно, конечно, тут какими-то еще дополнительными метриками обложиться Там, насколько, не знаю, там долго идет процесс тестирования Насколько там у нас покрыто это все какими-то автотестами На каких уровнях пирамиды и так далее Вот, но для меня там первое там, что важно Чтобы действительно, как бы, фича работала так, как она задумалась Если тестирование это проморгало И разработчик, соответственно, тоже это проморгал То, как бы, это, ну, наша общая проблема И фигово, когда у нас тестировщик, там, Коинженер Не смог это увидеть на своем этапе И в итоге мы возвращаемся, там, обратно Там, переделываем что-то и тратим на это время Вот Ну, как бы, все практически, там, при каком-то там ревью проектов Рассказывают, там, о себе, там, о своей команде, проекте Очень часто говорят про автотесты Если, типа, у вас нет условно автотеста То как вы, там, можете говорить, там, о качестве, да То есть все будет, считай, крутиться на каком-то человеческом факторе Там, если Коинженер, там, все заметил, увидел вовремя То все, как бы, классно будет, да Там, качественный продукт доедет до конца Но, там, до эксплуатации А вот если, типа, с ним что-то случится Не знаю, там, заболеет или еще что-то То, как бы, у нас все проектом встанет А были бы, там, те же автотесты Они бы, там, хоть как-то, да, защитили, возможно Вот, какую-то, там, ясность дали Поэтому все-таки нельзя отрицать, что наличие самих Точнее, не самих автотестов, а именно культуры вообще Работы с кодом, с тестами Она должна быть в команде И это, на самом деле, на разных этапах должно фигурировать Как и на этапе, там, разработки, так и тестирования То есть, там, автотесты по хорошему себе должны писать Юнит-тесты, как минимум, там, разработчики точно должны Вот, а какой инженер на своем уровне теста тоже должен писать Ну, я думаю, что это напрямую влияет на все-таки Качество тестирования и, соответственно, и скорость Ну, ты знаешь, я с тобой полностью согласна Только кажется, что приемлемый уровень качества Обеспечивается слаженной работой, получается Разработки и тестирования Чтобы в итоге было минимальное количество каких-то И разработки тестирования и заказчика Чтобы было какое-то минимальное количество дискоммуникаций И к пользователю попадала именно та фича, которая, собственно, задумывалась Я тут с тобой вообще полностью согласна Но я в прошлом году столкнулась с такой штукой Когда мне кажется, ну, типа, вот под этим слоем Есть еще более глубокий слой проблем Ну, то есть, вот получается, что первое, самое простое То, о чем мы говорили, мне кажется, на протяжении всего этого сезона Что у нас может быть дискоммуникация, значит, между заказчиком, разработчиком и Кей Ну, и остальными членами команды, если там еще кто-то есть Например, там, дизайнерами, да И вот если мы эту дискоммуникацию устраним У нас будет максимально быстрое общение Максимально быстрая обратная связь То у нас в итоге получится качественный продукт И, значит, а чтобы все это закрепить Нужно сверху намазать автотесты И все будет хорошо Все, все так Вообще не спорю Но я в том году столкнулась с такой проблемой Что у нас было очень много тестов Вот, ну, прям очень много там тысяч тестов Реально в некоторых проектах вот весь функционал был покрыт тестами Ну, вот для того, чтобы добиться такого покрытия И для того, чтобы разные команды смогли добиться такого покрытия У нас был какой-то набор Был, но на самом деле частично есть сейчас Какой-то набор тестовых обвязок над тестовым фреймворком Заточенных именно непосредственно под наш проект Которые позволяли, собственно, разработчикам обеспечивать такое покрытие Ну, то есть, грубо говоря, это какие-то там хелперы, компонент-обжекты Ну, в общем, какие-то обвязки, которые поставляют тебе Непосредственно для тебя там данные или заглушки Или, не знаю, там, эталонные скриншоты Или, ну, в общем, какие-то что-то поставляют для твоих тестов И вот суть в том, что может быть дискоммуникация Вот на уровне продуктовой команды Между, значит, заказчиком, разработчиком и кей А вот у меня получилось вот на этом проекте с тестовыми обвязками Что произошла дискоммуникация между людьми, которые делают эти тестовые обвязки И людьми, которые пользуются этими тестовыми обвязками Точнее, даже не дискоммуникация, а не было обратной связи от пользователей То есть мы, как техническая команда, поставляли продуктовым командам Какие-то тестовые обвязки, продуктовые команды пользовались Ну, там, если были какие-то баги, они что-то нам какие-то баги приносили Мы их быстренько фиксили, и вот так вот мы жили А потом основная часть разработчиков, которая разрабатывала эти тестовые обвязки Она уволилась Так вышло, что она уволилась практически там, ну, одним днем Ну, не одним днем, но с разницей в пару недель И, соответственно, проект этих тестовых обвязок остался грубой без поддержки И ты вот сказал такую важную мысль, что, значит, если у нас ручное тестирование То у нас человеческий фактор А если автотесты и с этим ручным тестировщиком что-то случится То по автотестам ты что-то как-то сможешь понять Вот как выясняется, нет То есть у нас была куча кода Люди, поддерживающие этот код, ушли Но, казалось бы, у нас есть куча пользователей, которые точно такие же разработчики Но мы им отдали этот код и сказали Ну, чуваки, извините, так вышло, теперь попробуйте фиксить баги сами Ничего не вышло Вообще, от слова совсем То есть оказывается, что разработчики, они точно такие же пользователи, как пользователи нашей системы То есть если они пользуются какой-то коробочкой для своего удобства Они вообще счастливы, если им не нужно внутрь этой коробочки погружаться А просто там ручки из нее дергать и получать то, что нужно И когда ты вдруг резко ставишь их в другие условия И говоришь, а теперь вам нужно разобраться, что внутри этой коробки Вообще не факт, что у них получится быстро, по крайней мере И точно они не будут от этого счастливы Это вообще сильно очень тормозит процесс Поэтому, к сожалению, одной автоматизации человеческий фактор тоже не вытащить Тут бы можно было сделать ставку о том, как важна документация Потому что с документацией у нас на том проекте, правда, были проблемы Но у меня есть какое-то подспутное сомнение, что документация на 100% тоже может не закрыть эту проблему Но у меня пока нет пруфов, поэтому, наверное, не будем развивать эту тему Ну это вообще в целом про вот эту общую культуру автоматизации тестирования на проекте Поэтому я сказал, что по-хорошему все ей должны заниматься И разработчики, и тестировщики, и коинженеры Потому что все может измениться кардинально в один день Это правда Мы в итоге, кстати, пошли по какому-то пограничному пути С того, что ты сказал То есть мы туда посадили коинженера Меня, как несложно догадаться Вот, и решили все это дело, в общем, разобрать на опенсорсные какие-то продукты Не знаю, когда доделаем, наверное, расскажу какой-нибудь доклад Или, может быть, даже и не я Может быть, и разработчики, которые это непосредственно делают, расскажут какой-нибудь клевый доклад Круто Слушай, а что ты думаешь о такой метрике, как удовлетворенность пользователей? Вот я когда еще читала лекции финтеха У нас там были уровни качества по Гарвину Кстати, если вдруг кто-то не сталкивался к кому-интересному Обязательно добавим ссылку в описании Так вот, и там был как раз уровень про удовлетворенность, ну, качество пользователей И такая метрика к удовлетворенности пользователей И вот ко всем уровням можно было легко достаточно придумать метрики А к удовлетворенности пользователей Там прям в книге было такое, как это, сноска Что удовлетворенность померить практически невозможно Но, но Это достаточно интересно Я читала эти лекции, их, ну, как бы не переделала Потому что книжка достаточно старая Но в каких-то последних паре курсов Мне студенты вдруг начали приносить метрики Которые они придумали Для того, чтобы померить удовлетворенность пользователей Ну-ка По-моему, первые, которые мне принесли Это были социологические опросы Знаешь, когда вот на улице, например, там Тебя ловят и спрашивают Ты, не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь Milky Way? А что вы хоть там можете о нем сказать? Вот какие-то такие Ну, что типа поэтому можно По этому параметру Если взять достаточно большую выборку Можно померить удовлетворенность пользователей А вот ты как вообще К таким пользовательским метрикам относишься? Это наш Мне первое, что пришло в голову Это вот, ну, мы живем в цифровом мире, да Там много всяких гаджетов, приложений и так далее И вспомнился случай, когда Ну, на самом деле, он периодически возникает Когда ты каким-то новым приложением начинаешь пользоваться Там, не знаю, сделал какой-нибудь определенный сценарий Выполнил там какую-то нужную штуку для тебя И потом тебе всплывает этот пуш Типа оцени приложение Чувак, тебе нравится это вообще? Че, как там? Насколько звездочек, да? И даже если оно мне нравится Даже если я все сделал, как бы мне все было понятно Все хорошо сработало, как бы проблем не было Я все равно эту штуку скрываю Тут, не знаю, я вроде как и довольный клиент То есть я получил, что хотел от этого приложения Я сделал там какую-то задачу, да? Решил проблему свою Но я не хочу идти там куда-то писать, что Ой, какое классное приложение Оно прям такое вот прикольное там Хе-хей Ну, может быть, это я такое, не знаю, заноза Ну, может быть, кому-то это действительно хочется поделиться чем-то приятным И поставить там лайки, пять звездочек И написать какой-то отзыв Но чаще всего, как мы тут выяснили В одном из предыдущих выпусков про поддержку Все-таки клиенты чаще всего сообщают о чем-то плохом, нехорошем То есть когда что-то у них не работает Не работает у нас И как бы просто так пойти сказать спасибо Ну, очень редко удается Ну, мне кажется, это, знаешь, все-таки немножко разные флоу Когда ты заходил за какой-то задачей В свое там приложение, например Ты задачу уже выполнил А тебе тут просят еще что-то дополнительно Ну, понятно, что это уже не очень хочется делать А вот если, грубо говоря, тебя поймали на улице И спрашивают, а вы знаете вообще там Какие-то слова у вас ассоциируются с брендом Тинькофф То кажется, что вот по такой, грубо говоря, внезапному вопросу Ты можешь что-то выяснить Ну, наверное, можно Что тогда можно выяснить Мне кажется, это интересно Я, кстати, поймала себя на том Что мы когда вот был тот выпуск про поддержку Мы как раз разговаривали о том, что чаще негативные отзывы пользователи оставляют А я часто на Яндекс.Маркетинг, например, оставляю отзывы Ну, вот прям очень часто Вот тебя не парит прям это все делать Ну, слушай, это занимает там 30-40 секунд, а кому-то поможет Я оставляю отзывы на... Я неправильно сказала, не на Яндекс.Маркетинг, а на Яндекс.Картах А, понял Я оставляю отзывы на места Все, понял Вот, потому что, ну, мне само это важно Я выбираю там, не знаю, рестораны, например, по отзывам Или там дом отдыха какой-нибудь Я тоже выберу по отзывам Да, все, я думаю, так делают Поэтому это как такой вин-вин Я немножко времени потрачу Но зато я потом там по отзывам смогу как-то Что-то релевантное себе выбрать Карма чище будет Но, но Я такая стала анализировать свое поведение Думаю, интересно, я тоже оставляю чаще негативные отзывы И я поняла, что я оставляю примерно одинаково Но я позитивные отзывы тоже оставляю из-за негативных Сейчас объясню Например, там Пошла я в четверг ужинать И мне место не понравилось Значит, если я пойду в пятницу и мне место понравится Вероятность того, что я в пятницу Типа на контрасте оставлю положительный отзыв Об этом втором месте Она сильно повышается Ну, то есть у меня все равно западает в память Какой-то, типа, негативный момент И когда он перекрывается Я вот иду и оставляю отзыв Интересно Мы, кстати, тоже, когда лекции читали Про качество на финтехе У нас, по-моему, самый первый слайд был Типа, качество это... Нет, не качество Обратная связь, двигатель качества Вот, вот как он назывался Что без обратной связи вообще ничего невозможно померить и понять Согласен Нравится тебе что-то или не нравится Стас, а вот смотри Мы с тобой много разговариваем О разнице между тестированием и обеспечением качества Но мы с тобой уже давно в профессии Вот скажи, ты когда-нибудь ловил себя на мысли Что вот я раньше занимался тестированием И теперь я это осознал А теперь я живу вообще И мыслю по-другому Было такое у тебя? Ну, наверное, где-то на предыдущем месяце работы, скорее всего Где-то вот там это произошло Раньше у нас было четкое разделение Там, условно, ручные тестировщики и автоматизаторы Те, которые писали там тесты по сценариям от ручников От ручных тестировщиков И вот, на самом деле, за вот эти шесть лет Которые я уже работаю в Тинькофф Вот тут произошла трансформация сознания Каждого там ко-инженера уже Что все-таки нет вот этих вот двух лагерей Там отдельно ручники, отдельно автоматизаторы Есть именно ко-инженер Который в том числе и думает про код, про автоматизацию То есть он повышает свой профессиональный уровень То есть он начинает уже владеть кодом Не просто там смотрит требования И проверяет, как там реализация работает То есть он уже как-то больше взаимодействует С какими-то новыми практиками Какие-то технологии новые применяют Те же тесты пишет уже А автоматизаторы уже еще чуть дальше пошли Да, там, с дед инженеров Которые не про конкретный бизнес-продукт думают А более глобальный Ну, наверное, как ты, Маш Сейчас больше про какие-то, не знаю, инструменты Общие подходы Чем какое-то обеспечение качества Там тестами на каком-то конкретном проекте Короче, вот эта трансформация Она вот здесь точно прям заметна была И сейчас у нас все-таки нет прям стопроцентных ручников У нас есть ко-инженеры Которые вот обо всем вообще должны думать На самом начальном этапе И до поддержки продукта Вот Как-то так А у тебя есть это осознание, когда оно пришло? Да, у меня Я прям четко помню этот момент Это тоже было на предыдущем месте работы У нас Мы делали тогда приложение под iOS И у нас разработка была во Вьетнаме Вьетнамцы во Вьетнаме Была у нас разработка Блин, кстати, очень классные ребята Они хотели в феврале к нам приехать в Россию Ну, типа, в гости в командировку Ну, познакомиться с командой Вот, мы им отправили видео Типа, как мы идем на работу А это было на Даниловских мануфактурах На Тульской Вот, и знаешь, там достаточно долгий такой путь От метро, ну, собственно, до Даниловских мануфактуров Вдоль шоссе А это была какая-то очень снежная зима И такой снег, который вот легко взлетает Такой мягкий Вот, и кто-то, я не помню, по-моему, моя начальница Она сняла такое видео, что Снегоуборщик зачерпывает снег ковшом А снег мягкий И из-за ветра весь этот снег вылетает И прямо на бабулю, которая такая в валенках идет Куда-то тоже в сторону Даниловских мануфактур И он опять зачерпывает И опять этот весь снег на бабулю Вот мы отправили, собственно, нашим разработчикам И в Вьетнаме, они как-то резко передумали приезжать к нам в гости Ну, в общем, почему, значит, я осознала, что я перестала заниматься тестированием Стала заниматься обеспечением качества Когда мы работали с этими, начинали работать только с этими разработчиками У них вообще другой, естественно, стиль работы Еще у нас были проблемы в коммуникации Хотя они понимали наш английский, мы понимали их английский Когда к нам подключались девопсы из Лондона Все сразу, ну, типа, они говорили, пожалуйста, говорите с нами на английском Мы не понимаем, что это у вас за язык такой Ну, в общем, было много проблем И первые где-то, наверное, полгода работы Я как раз занималась тем, что вот Ну, типа, у меня был постоянно негатив Потому что очень было много багов Много проблем с непониманием требований В общем, никак не шло у нас приложение А потом, в какой-то момент Мне кажется, это вот как раз после того, как у нас наладилась коммуникация И мы стали вот там друг другу видосы присылать И вот это все Я вдруг поймала себя в какой-то понедельник на том, что у меня негатив вообще отпал И я думаю не о том, сколько ребята делают багов А о том, как бы мне им объяснить документацию так, чтобы они точно все поняли И сделали так, как мы хотим И вот в этот момент я прям осознала, что типа Майнсет, вообще подход к работе, он поменялся И с тех пор, мне кажется, все пошло на лад Прикольно А что повлияло-то? Что в итоге улучшило-то ваши коммуникации? Ну, это был какой-то понятийный аппарат Когда мы одно понятие стали понимать совершенно одинаково И вот с этого момента хоп, мы быстро-быстро там месяца за два, наверное, три допилили приложение То есть это было прям вот, знаешь, даже не на уровне меня А на уровне, это переключение произошло оно на уровне команды То есть мы вот как-то сначала были по разные стороны баррикады А не там вот эти разработчики, которые ничего не понимают и делают кучу говнокода А мы здесь А потом в какой-то момент мы соединились И как бы начали работать как команда, и все пошло Короче, лишний раз доказывают, что продуктовые команды, а это хорошо Когда все рядышком, разработчики, тестировщики, аналитики, да, круто Если у вас до сих пор не так, скорее бегите туда, где так все-таки Ох, Стас, сейчас понаприбегут хейтеры, хейтеры понаприбегут в наш телеграм-канал Ссылочка будет в описании, ребята Стас, а у тебя есть самая любимая техника Или, может, какое-нибудь открытие сезона Вот что для тебя было самым главным в этом сезоне? Да не то, чтобы прям открытие Я вспоминаю, как-то к нам приходил Вова Агеев И рассказывал, как у них там все заавтоматизировано в одной из команд Если смотреть глобально, то авторелизы Это хороший инструмент проверки зрелости, что ли, технической вашей команды Это мне действительно очень сильно понравилось Помимо того, что у них там ТБД И все обвязано там вокруг тестами и с автодеплоем В общем, это прям очень круто И хочется, чтобы все команды были такие Чтобы у нас был настолько высокий уровень зрелости каждой команды Чтобы процессы были вот такими И в своей команде, естественно, тоже хочется, чтобы было так Я понимаю, как это нужно делать Мы уже наконец-то недавно внедрили ТБД И в таком уже первом каком-то варианте Ну, с фич-флагами Но там тоже есть, что еще усилить и улучшить Но в целом кажется, что это то, к чему действительно Каждый, наверное, проект должен стремиться Чтобы минимизировать какие-то свои ресурсы Минимизировать риски ошибок Ну и, собственно, тот самый time to market уменьшать Что хочется, наверное, каждому заказчику наших проектов Мне тоже, кстати, понравился с ТБД очень выпуск, правда Мы тоже думаем, чтобы сейчас на одном проекте попробовать Но мой любимый выпуск — это выпуск с Сашей Поломодовым про архитектуру Мне кажется, он там самую главную мысль сформулировал Что вообще она, наверное, не какое-то супероткрытие Но как-то для меня это мысль сезона Что на чем более ранних этапах ты закладываешь проблему Тем больнее она тебе выстрелит потом в ногу когда-нибудь Ну, то есть, если ты не подумал про архитектуру На этапе проектирования архитектуры Ты потом будешь отгребать просто на каждой своей новой задаче Это будет, как раз, с ботинками для малыша То есть, ты купил втык-втык, прошло там три месяца У него на камшу упирается И ты такой, ну, отлично, надо идти за новой обувью Мне кажется, это то, что нужно вообще держать в голове всегда При проектировании, при разработке Согласен Ну, опять-таки, тоже, знаешь, тут такой момент Ну, тут можно, конечно, подискутировать опять Ну, разные бывают ситуации Типа создавался продукт в один момент времени И закладывался определенной архитектурой С определенными там ожиданиями от этого проекта Потом, не знаю, спустя там год-два Планы поменялись у бизнеса Нужно там развиваться куда-то еще Там что-то усиливать Увеличивать какие-то фичи условно И ты понимаешь, что твоя старая архитектура Она, ну, просто как бы Не заточена вообще под такое масштабирование И тебе нужно просто все переделывать Так это же идеально Ну, то есть, хорошо, что ты это понял в этот момент А не когда ты уже туда там впилил еще 15 фич А потом начинаешь там падать под нагрузкой И такой, блин, теперь не получится Ну, то есть, сейчас так все бурно развивается Что любой проект приходит к осознанию того Что у него все по устаревшим технологиям В какой-то момент своей жизни И тут очень важно волевое решение принять Что все, если нам нужно переделывать все Значит, давайте это переделывать А не будем навешивать костыли До момента, пока башня не развалится Точно Маш, смотри, вот мы рассмотрели кучу разных практик Которые мы обсуждали в этом сезоне Есть какая-нибудь из них, которая тебя вот Ну, прям бесит вообще Вот никак тебе не подходит Не нравится вот абсолютно Слушай, такой практики нет Практики в смысле, ну, вот как техники там Обеспечения качества Техники построения процесса разработки А мне кажется, они все хороши там В тех или иных ситуациях Но меня очень сильно бесит Когда, знаешь, человек какую-нибудь Про одну новую практику прочитал Или послушал наш подкаст И вообще без анализа, без всего Просто прибегает в команду и говорит С понедельника живем По Zero Bug Policy Я обожаю Zero Bug Policy Я вообще там евангелист Везде это все толкаю Но когда, блин, у тебя в команде В которой, типа, 7% автоматизации И они хотят его еще немножко снизить Потому что 7% это многовато И просто анархии, документации нет Ничего нет И бэклог в 800, там 30 багов И ты такой прибегаешь и говоришь С понедельника Zero Bug Policy И да, кстати, бэклог мы разбирать не будем Потому что это я прослушал Когда слушал подкаст Ух, вот это вот меня так бесит Ну, то есть, когда Я понимаю, почему так происходит Особенно там среди разработчиков Потому что они люди очень увлекающиеся Они о чем-то новом услышали Ну, ты знаешь, да, вот как чат GPT, да? Все сейчас про него слушали Все, ну, каждый, каждый же пошел И что-нибудь в него потыкал Ну, наверняка Вот это то же самое Ты услышал про какую-то классную практику? Прибегаешь и говоришь Сейчас мы будем ее делать И ты не думаешь о том Что у тебя есть какие-то там Продуктовые коммиты Что тебе что-то нужно выпустить Что, может быть, тебе эта практика Вообще не подходит Или у тебя там У команды нету Нужного уровня осознанности Ну, то есть, для ТБД, например, нужен Ну, там даже вот Вова же Когда к нам приходил Рассказывал про ТБД Он говорил, что они первый год Вообще учились готовить ТБД А не вот Сейчас мы за пять минут Приготовим новую практику Вот это меня очень сильно бесит Когда, как бы, бездумно На хайпе просто начинают Что-то затаскивать в проект Точно А так, нет А так-то все практики классные У нас с тобой еще есть Блиц Но, честно говоря, первый вопрос С Блица такой интересный Что я бы его обсудила так Ну, в Блице его очень сложно Рассказать одним предложением Поэтому давай просто так его зададим Как ты думаешь, что важнее при релизе Скорость или качество? Отвечаю как менеджер Конечно же, скорость Я думаю, что если у нас есть Определенный какой-то дедлайн До которого нам точно нужно выпустить релиз Естественно, качественный релиз Но мы понимаем, что у нас там, не знаю 100-500 багов еще И мы не можем завтра зарелизить То мы как-то это либо согласовываем Либо мы от чего-то отказываемся Но мы должны успевать там К определенному сроку все-таки выпустить Тут важно все-таки выпустить Какую-то большую часть Работающую часть нашего продукта Чем там ждать еще условно неделю Когда мы там все вылежим Просто до чистоты Вот Ну, то есть тут, в общем, такой вопрос Конечно, провокационный Кому что важнее Но, наверное, очень сильно зависит От конкретного релиза Конкретных задач Вот Когда-то можно подождать Когда-то невозможно ждать И, соответственно, нужно принимать Какие-то риски на себя Так что тут Ну, нет одного правильного ответа Можно, конечно, добавить Типа Дорого Сразу видно Менеджер Просто От бога Ну, тут правильного ответа нет И в целом нигде в мире Нет правильного ответа Да, мне У меня постоянно жена так говорит Что Очень сложно Какую-то Конкретную позицию услышать Всегда как-то так Обтекаемыми Общими фразами Не, ну, либо еще ответ Не быстро и не качественно Просто дорого То есть, типа Набираем там, не знаю Еще кучу Каких-то людей Которые нам Позволят это Быстренько И качественно Зарелизить В срок Но это будет Не дешево А ты знаешь Мне кажется Куча новых людей Сейчас быстро Тоже не обеспечивает К сожалению Сложность Проектов Зачастую такая Что новый человек Это у тебя Просадка в скорости А не буст Потому что тебе его нужно Еще в курс дела ввести Согласен Ну, а для тебя Как тебе кажется? Мне на самом деле Тоже кажется Что скорость Ну, тут у меня два поинта Первый То, что Если у вас Реально большая скорость Ну, там, например Время фикса бага Одни сутки То вы Очень быстро Пофиксите баги На которые там В момент выкладки Можно и подзабить Это первый момент И Второй момент Я сейчас тоже Немножко поиграю В менеджера Есть какой-то Приемлемый уровень Качества Без которого Лучше не выпускать Ну, то есть Грубо говоря Если ты выпускаешь Новую фичу Но она у тебя Приводит к тому Что каждые три минуты У пользователя Приложения Вылетает То, наверное Это неприемлемый Уровень качества Ну, то есть Грубо говоря Если твои баги От новой фичи Перекрывают Весь профит От старых фичей Ну, или какую-то Часть профит От старых фичей Вот при таком Качестве Выпускать нельзя Но если у тебя Какой-то минимальный Уровень качества Есть То тогда Скорость становится Важнее Еще и потому Что, мне кажется Сейчас такая Конкуренция Ну, по крайней мере Да, мне кажется В любой сфере Реально Уже в любой Такая конкуренция Что кто первый Встал Того и тапки Кто первый выпустил К тому и пришли Пользователи Поэтому реально Сейчас скорость Очень важная И очень жалко Что Мне кажется Вот если Именно Среди тачи Не на обеспечение Качества На тестирование То очень часто Вообще забывают Про скорость А это прям Супер Супер Важная В современном мире Метрика Я еще думаю Что тут все-таки Важна Коммуникация С заказчиком Как бы Если заказчик Условно Готов ждать То можно Чуточку еще докрутить Если не готов Если есть жесткие Вот эти сроки То нужно как-то К этому подстраиваться Но опять-таки У нас все-таки Есть какие-то Ежедневные активности С командой Где мы можем Скрывать текущее Там Понимать текущее состояние Готовности К релизу Так скажем И Ну Уже исходя из этого Как-то Оценивать Насколько мы там Успеваем Не успеваем От чего Можем там Отказаться Можем ли мы Чуть-чуть Сдвинуть сроки И все-таки Вот то что есть В работе Довернуть Уже До нормального Состояния Или же нет Никаких у нас Новых сроков Как бы Сроки все Прежние И нужно просто Что-то Отчукрыживать И Концентрироваться На что-то Супер важное Да Согласна Мне кажется На этой ноте Можно и заканчивать Да И действительно Да Давай В этом сезоне Мы рассмотрели Кучу разных практик Которые удешевляют Стоимость разработки Повышают Скорость разработки И вообще Всячески делают Вашего пользователя Счастливее Решение Применять эти практики Или нет На вашей стороне Потому что Практики очень разные Команды очень разные Все это нужно решать Точно Но мы надеемся Что мы дали вам Инструкции Которые вам Помогут начать Если вы этого захотите Прошел еще один сезон 16 серий мы записали Вообще Просто незаметно пролетело Мы вот уже Два сезона Выпускаем Подкаст Куакуаков продакшн Хотим сказать Большое спасибо вам Слушателям нашего подкаста За ваши комментарии И отзывы Спасибо нашим гостям Которые находили время Чтобы прийти к нам На записи И делили своим опытом Для наших слушателей Мы с вами не прощаемся Потому что Впереди нас ждет Еще один увлекательный сезон Дата встречи та же День тестировщика Увидимся в сентябре Рекомендуем подписаться на нас Там, где вы нас слушаете Для того, чтобы не пропустить Начало следующего сезона А еще У нас, скорее всего Будут спецвыпуски Между сезонами Поэтому обязательно подписывайтесь И ставьте лайки Всем пока И еще огромное спасибо Нашей замечательной команде И тебе, конечно, Стас Тоже Было круто делать Этот сезон вместе Спасибо, взаимно, Маш Увидимся в сентябре Увидимся Нет, я надеюсь Все-таки мы увидимся И раньше Нет, услышимся Со всеми в сентябре А с тобой мы, конечно Увидимся раньше А ну все тогда Всем до сентября Всем пока Пока-пока Пока-пока Квак-квак Иппродакшн Субтитры сделал DimaTorzok